Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуем Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Открытие новых вытворчастей и поляпшение экономичного стану проблемных предприемств. Это вопросы обмервали в Рогачеве. Новоберец исполнилась 240. У святочной программе урочистая шестя, концерты и фейерверк. Молитвенник и заступник Гомельской земли. Сёння – День памяти святого Иоанна Кармянского. Крути педали. Супрацовники управления Следующего комитета приняли удел у велопробегу. Будучи зорки великого тенниса, у Гомельским центра открылся новый спортивный сезон. А зараз об этом и не только, больше подробязно. Открытие новых вытворчастей и поляпшение экономичного стану проблемных предприемств. Это вопросы обмервали у Рогачеве, где напереды дни побывали у дельники Республиканской информационно-пропагандистской группы, начале со старшиной Белтеля радиокампании Геннадьем Давыдьком. У приватности прошла встреча с коллективом предприемства «Альтаир» представниками идеологического актива и громадских организаций района. Тему протягу Марина Джалая. У актовой зале предприемства «Альтаир», а потом у конференц-зале «Дома книги», подчас выступлению Геннадия Давыдьки стояла завороженная тишиня. И не дивно, так яскраво зацекавлено профессийно и неординарно об сучасных тенденциях у развитии сродков массовой информации. Наурад те, кто расскажет, какие проекты рыхтуют державные каналы, чему в уголе живет медийная простора и как наполняется. Люди доведались и об новом законопроекте, что тычется в СМИ. У приватности об умкнении законотворцев оховать корыстальников интернету, в первую очередь у детей и молодь от шкодного вплыва особного контента. И уреште, как скрозная линия, об необходимости повышать свой культурный и адукационный узровень и быть больше пераборливым, выбираючи тое, что с экрана компьютера альбо со сторонок интернет-выданий будет наполнять наши души и насыщать розум. Ишла размова и непосредственно про Рохачевский район, про найденные проблемы и пошук способов адрадить их этой мястины и зарабить их привабными для життя. Самая главная проблема, на мой взгляд, это реальная проблема, демографическая проблема. Потому что сегодня говорили о том, что 30 лет назад чуть ли не в два раза больше здесь было людей. Понятно, Чернобыль, понятно, еще другие тенденции. Но в таком прекрасном раю должно жить больше народу. Есть ряд мероприятий, которые позволяют эту мечту осуществить, чтобы здесь, в этом красивом месте жило больше народу. Но есть ряд решений на разных уровнях, которые все-таки работают на то, чтобы люди отсюда уезжали в том числе. Здесь необходимо развивать какие-то рабочие места. Вот самая главная проблема, еще раз повторюсь, чтобы сюда, в это чудесное место, приехало как можно больше людей. Или родилось как можно больше людей. Кабрагачевский район поспехово развивался, треба створать тут новое вытворчасти. Сразумело, люди больше сталых взрослых на урате покинуть родные мястины. А вот легкая на подъем молодца отправляется на пошук лепших життя у иншие районы. Закликать у всех непрацелудкованных открывать уласную справу немагчима. Выйстия, створения новых вытворчастей. Але для этого потребны инвесторы. У этом вопросе керавництва района спадяется надо помогу СЭС Гомель Ратон. До экономических досягнений у района можно отнести заявления на рынку буйных вытворцев у харчовой сферы. Очень активно заходят именно торговые организации. Очень большая конкуренция именно по торговле общепиту. Сегодня у нас приобретено и готово к строительству две такие серьезные организации, скажем, как молочное кружево и Санта-Бремор. То есть они уже купили с аукционов земельные участки, в принципе довольно дорого. Ну, для района это хорошо по выполнению бюджета. И они готовы еще строить дополнительные торговые площади. Одно со слабых звенов района предприемство Альтаир. У его структуры 16 гандлевых объектов. 11 по реализации харчовой группы товаров, 5 нехарчовой. До того же еще и 15 объектов громадского харчавания. Усяго на их працуе около трех сотня человек. У апошния годы предприемство перешло у разрад стратных. Напрыглад, все лета за первой погоде страты склали около 15 тысяч рублей. Объем товара обороты у правонания с аналогичным леташним периодом знизился на полову. Прычину бачить у дефиците оборотных сродков. За шагу нельга загрузить магазины продукции. Однако выезды кераминство района и предприемство знайшли разом. Уже до конца этого года новый комплекс мерда поможет, кали не працевать с прибытком, то хотя бы выезды из минусу. Для этого частку объектов продадут за аукционы, некольки передадут у аренду. Аля с захованием их профилю и рабочих местов. Стараемся мы сейчас отдаем, что можно, какие-то магазины в аренду, чтобы, естественно, купить на эти деньги какой-то товар, чтобы была реализация, чтобы были деньги на дальнейшую закупку товаров. Такие сустречи живые, насыщенные, а не протокольные, допомагают зернуть на проблемы небыто свежим поглядом. И узгадать, что уголовное у любой житевой ситуации тое, як дае ставится человек. А ясше, что разом легче вырешить на вот самые мудроелестые задачи. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель» из Рогачёва. До инших тем выпуску. Новобелецкий район Гомеля сегодня святкует 240-годовый юбилей. До 1777-го на этой территории была заболоченная мясцовость с усяго двума подворками. Зараз тут находятся широк бойных промысловых предприемств, установы охоты здоровья и адукации. Урочистости наведал Олег Синцерову. Когда переговорить исторические сторонки, то можно так само додать, что Новобелецца с самого початку будавалась як повятовый город. И только после того, как Миколай Пеши в 1854-м годе перевел у центр повета у Гомель, Белецца стала заштатным местечком. Але и тады свое значение полностью не стратила. Миновито на основе мясцовой символики был распроцованный гомельский герб. И таки факты, после вызволения от нацистов со снежной 43-го до лета 44-го у Белецца знаходящего род Беларуси. По сутности, в этот период район был неофицийной столицей республики. Его и зараз шмат кто называя городом у городе. Новобелецца – район особливый. Мясцовые жахары настолько его любят и так им гонораться, что до этого часа выполнены, и они живут в особном городе. Таки кажут, живу у Белецца, просуя у Гомеля. Хоть и просуя шмат кто, по неким рахунку, у самой Белеццы. Прамысловый сектор Новобелецца саправдой уражевая. Тут знаходится значная частка ведущих предприемств областного центра. Мясо и тушевые комбинаты, гомель шпалеры, гомель древ, химичный завод и завод ювелирных вырубов «Кришталь». А про чатаху тут великая колькость буйных медицинских установ. От Республиканская центра радиационной медицины и экологии человека до шпиталя ветерану войны. А в последние годы Новобелецца позиционирует себя еще как крепшее место для отпочинку и самый утульный и чистый городский район. Жахарова тут саправдой становится больше. Перш за все, за окошенную новую будовлю, у Новобелецца возведено уже некаких новых микрорайонов. Район очень сильно растет, быстро растет. Поэтому где-то за последних 6 лет население Новобелеццы выросло почти на 18 тысяч человек, а то и почти на 20 тысяч человек. Головная территориальная саблевость Новобелеццы автономность от основной частки Гомеля я и отделяя СОЖ, шмат кто лечит, что на рытом життя в этом районе дразнивец от агульного городского. Некого это задовольняя, некому не копая динамики руху. Але у любым выпадку Новобелецца саправдой саблевый район гонориться, кем могут не только мясовые жахары, але и увогули у всех гомельчаней. Новобелецкое озеро, фонтан, брыз серебряных, ширующий султан, белый храм, за ним приземистый лесок, вдоль ручья тропинка, райский уголок. Ива-Ивушка, наверное, ты права, я хочу найти утешные слова. Для душевных ран целительный бальзам, может их подскажет строгий белый храм, Новобелецкое озеро, фонтан, и забудутся предательства, обман. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Что год 9-го веро сня сотни православных верников наведывают Свято-Покровский храм увезцы карма Добрышского района. У гэты день тут проходят богослужэнні, присвеченные памяті святога Иоанна Кармянскага. 20 годов тому отбылось знаходженне моща одного згалонных заступнікаў і малітвіннікаў беларускай землі. Нарадзіўся Иоанн Гашкевич ў 1837 годзі ў мястэчку Стрэшан Магилёвскай губерніі. Цяпер гэта Жлобінскі район Гомельскай в області. Яго будучэе служэння было наканавано госпадам і адкрыта бацькам яшчэ да яго нараджэння. Уже ў 4 годы Иоанн допамагаў свайму бацьку, свящэнніку ў царкве, потым скончыў царковно-прыхоцкую школу, духовная вучыліща і семінарыў. Па завершэнні аддукаціў став законавучыцелям ў царковно-прыхоцкай школі ў вёсцы Агародня Добрышскага района. Потым ИРМ ў Рогачоўскім районне дзядаў царковному служэнню 14 годов. І знову вернуўся ў Агародню. На богослужэнні да яго прыходзіли людзі з розных вёсак, каб атрымацца салоду адбоскай ласкі, якая прысуднічала ў храмі разам з добрым пастырам. Зямны шлях айца Иоанна завершэўся ў восінь 1917 года. У 1991 годзе яго мошчы былі знойдзіныя неатленными. Праваславная вернікі лічаць, што кожны, хто просіць да памоги, атрымлівая яе па малітвах святого Іоанна Кармянського. Особенно отрадно, что среди молящихся пребывают и прихожане многих храмов нашей Кринцовской епархії. И для нас ведь не существует, для православных людей, границ. Поэтому здесь мы молимся всесоборно, вместе, сообща. И дай Бог, чтобы это продолжалось, молитвами святого праведного Иоанна Кармянського, многое и многое лето. Ещё раз праздникам. Дарыжай святопокровская царква, увёзцы карма, серот беларусов и гостей з близкого замежа, популярная и як экскурсийный аб'ект. Ее наведване уключаюць многі апаломницкі туры па Беларусі. А крамя таго царква уваходзіць у туристычны маршрут Малое Золотое кальцо Гомельщаны. Урачыстая линейка з нагоды пачатку нового вучебно-спортывного сезона пройшла сёння у областным центра Олимпийского резерву па тэнісі. Гэтая установа у Гомелі была открыта 10 гадоў таму. З яе стварэнням у регіоні распачаўся піры адактыўнага развіцця тэніса. Сёння у центры займаюцца больше як 300 чалавек, почынаючы с 5-ти гадовагаў зросту. Самому старэйшаму навучэнцу 16 гадоў. А лінійких адмежаваннів тут нема. Займацца тэнісаму центры можна ў любым узрості. Пры гэтым найбольш таліновітае могуць различываць на патрымку дзержавы, якая бяре на сябе ўсе выдаткі. Абнаявнасті таліновітай молодзі можна меркаваць па узнагародах, які выхаванцы центра атрымалі на республіканскіх і міжнародных спаборніствах. Сирот самых тэтулаванных Микалай Банькоў неаднаразовы чемпіон Беларусі. А прача таго, толькі ў гэтым годзі ў складзі зборныя каманды країны ва узроставай категорый до 12 годів ён двойшы прымаудзе ў чемпіонаті Європы. Надо много старацься, щоб выігрываць матчі. Иногда тяжело пасле тренировок, нодзі болят, ну, сраўно старайся. Тенніс, навіно, сяда сяда ся элітным видом спорта, по той причіне, навірано, що в Беларусі он начал развивацца не так давно, в паследні 20-25 лет. Но, как показываюць сьогодні, можнасті, які предоставляє господарство для занятия спортом, для дітей і молодзі, сьогодні це общедоступний вид спорта, каторый не требуюць особых затрат для екіпіровки, для проведення тренировочного процеса, і для того, щоб могли цим видом спорта занимацься всі жалаючі. Сьогодні ў Гомері прайшоў вілопробіг, прысвічаны шостые гадавіні з дня утварэння Слєдшіга Камітэта Республіки Беларусь. Його удзельніками стали більш як 100 чалавек, супрацовнікі регіональнага управління Слєдшіга Камітэта і їх сім'і. Патримала ініціатыву і обласна дзяржаўта інспекція. Падрабязнаці ў наступным сюжэте. Субботній раніцей на пляцу ў Цикаля лядовага палацца было шматлюдна. Менавіта Ацюль стартоваў вілопробіг, прысвічаны шостые гадавіні з дня заснавання Слєдшіга Камітэта Республіки Беларусь. Як па заказі хмары, што вісіли над Гомелем, разышліся і дозволіли усім отрымать асаладу адвераснёвських сонічных промянеў. Настрой удзельнікаў добрый, а значыць с 16-километровай дорогой усе справяться лёгка. При планировании праздничных мероприятий мы, конечно же, включили в план спортивное мероприятие. Всем известен постулат «Спорт і труд рядом идут». Этим же постулатом руководствуются і сотрудники Слєдського комитету. Спорт – це получення положительних емоцій. Це физічна віносливость. А сотрудникам Слєдського комитету оба цих фактора крайне необходимы для успешного выполнения поставленных задач. Поэтому при планировании мероприятий, посвящённых 6-й годовщине Слєдня образования Слєдського комитета і нашему професіональному празднику, мы, конечно же, выбрали одно із спортивных мероприятий, как «Велопробег». Ініціативу Слєдшого комитета підтримали і супрацовніки областной дзяршалта інспекції. Велорух с кожным годом становица ўсё більш значной часткой городського життя. Активный отпочинок, корысть для здоров'я і екології – перавах шмат. Зразуміла, при умове выконання правила удорожного руху. Мероприятие, которое посвящено к дню образования Слєдського комитета – це «Велопробег», который организовав Слєдський комитет, госавтоінспекція, принимає найактивне участь і підтримує популяризію велосипедного спорту. Со сторони госавтоінспекції неоднократно вноситься предложення в органу власи для того, щоб можна було зробити інфраструктуру по велосипедним дорожкам і, звісно, розграничити движення велосипедистів і пешеходів, для того, щоб обезпочити як тих участників дорожнього пеших, так і велосипедистів. Дистанція велопробегу – 16 км. Фінниш у Вєстцехальч, Вєтковського району. Тут удельники наведали територію сядиби початку 19-го стагоді і ознайомилися з історією місцовой славутості. А пасля усклали вянки до помніка воїнам, загинувшим у Великій Айджинной войні. «Сьогоднішнє наше мероприятие показало, що на захисті законних прав і інтересів наших граждан стоять сильні духом, віносливі і позитивні сотрудніці Слідського комітету». Мероприємствы з нагоди профісійного свята слідших протягнуться на наступному тідні. У програмі «Урочистое відкриття пам'ятного знака», церемонія пронесення присяги і «Урочистое сход». Михаїл Садовський, Ігор Марышченко, телерадиокампанія «Гомель», Вєтковський район. І на гэтым випуск завершений. У студії працювала Наталі Ігнацінка. Всяго вам самого доброго і до нових зустріч у ефірі.